Последний вопрос, когда ты окажешься перед Алисой, что ты ей скажешь? Все странше и странше Ребята, все, внимание, все готовы? Начинаем костюм, к тебе приехал уже Все, все, убираем телепонию Все, полная тишина здесь Все, с Богом Ожатье Так, ты в следующий раз пуговицу дожди, застегивай Ну че, как прошло? Да, надо зрителей вот сейчас спроси Спроси лучше зрителей, сходи пока они еще там Пойдем сейчас спросим у зрителей Так, так, так Все для того, чтобы показать пример Именно не кому-то что-то объяснять А пример, вот он наглядный пример В нашем спектакле, как дети с особенностями, с обычными детьми Могут коммуницировать и не только коммуницировать, но еще и играть спектакли Круто Если я сяду туда, то сразу будет елка Они сразу все на меня вот так вот заберутся Меня больше шумит Ага В машины ездят, наверное, больше Ты представляешь, ты ей таблетку Бери, сядь на нее Все, и сидишь, и поешь А вы пока здесь стоите Не бойтесь особенных детей Будьте к ним ближе, добрее И тогда мир наш изменится Мы встретимся фразами честными Задержками на двои Губительная слабость На двои Губительная радость Мурашки, потцы, ноги по холодному паркету Осторожно, двери закрываются Следующая станция Тверская Сегодня очень интересный выпуск Идем к Никите Малышеву Вы уже видели его неоднократно в моих выпусках Сегодня я познакомлю вас с его творчеством Мы идем в инклюзивную студию Там будет инклюзивный спектакль Вот, Никита Малышев режиссер Этот спектакль детский Смотрите, будет интересно Честно, даже как-то себя неловко немного ощущаю Без маски Потому что масочные ограничения недавно сняли И вон там реально люди все без масок едут Это даже как-то непривычно, короче Поэтому Если вы еще не катались в московском метро без маски Их уже отменили Поэтому Это не может не радовать, если честно Выбрались мы из метро Идем и ищем здание Тверская, 15 Там будет, собственно, представление Па года назад здесь были даже или три Ну, конкретно я здесь прогуливался Жест Вот здесь вот был ремонт, короче, на Тверской 2 И они, походу, вообще никогда не прекращают эти ремонты Я понимаю абсолютно людей, которые здесь живут Потому что постоянно вот эти переходы Постоянно вот эти вот леса строительные Это, конечно, невозможно И такое ощущение, что это реально Нет этому конца и края Потому что, блин, ну два или три года назад здесь то же самое было Они никак не могут сделать или доделать Или, может, они уже переделывают после сделанного Короче, непонятно Но вот эти строительные леса Я понимаю, что они уже эти ремонты достали Как всегда, мы уже раз-два валенка Никуда пошли За вами это не заржавеет Вот Вышли в противоположную сторону Но ничего Зато мы видели, что она Там на той стороне Тверской до сих пор Стоят леса Годами что-то строится Никак не могут достроить Поэтому, в любом случае, ничего страшного Сейчас мы нашли, куда идти И, собственно, вот по пешеходному переходу По туннелю, этому подземному Идем к Никите Нашли Тверскую 15 Нужно обойти И обойти И заход с Взнесенский переулок мы нашли И, собственно, вот вход Сейчас мы будем заходить Вот, она Тверская, 15 Поехали! А, это у меня Маль шумит Маш, нужно поисплыть Пока у Никиты там, я так понимаю, это генеральная репетиция Перед спектаклем Спектакль начнется в 19.00 Вот здесь на втором этаже решили попить кофе И мы здесь первый раз На самом деле здесь очень здорово Посмотреть на вообще интерьер Там дети занимаются И очень атмосфера и обстановка здесь очень крутая Сейчас до спектакля осталось совсем немного времени Сейчас мы пойдем и расспросим у Никиты Все, что мы хотели у него спросить Вон он как раз там сидит Сейчас Серьезный, настроенный Никит, привет! О, привет! Не ожидал? Это я! Не ожидал? Привет, да, это я Все, вы настроили уже здесь, что надо настроить? Да, звук, свет Вот мы уже готовы Расскажешь сейчас пару слов Пару минут есть у тебя? Пару минут есть Все, погнали Так, ну вот, эта сцена Никит сейчас проверяет звук Сейчас мы у него все расспросим Так, сейчас пока у нас никого нет Никого нет, то что уже прошло Никит, это же генеральная репетиция прошла сейчас, правильно? Генеральная репетиция, да, ты уже застал Генеральная репетиция была Сейчас поставили свет Вот эта музыка, которая играет на фоне Это музыка, которая играет всегда перед спектаклем И открою тайну, на самом деле, по преданию наших дедов и бабушек и прабабушек Это именно так колыбельное, которое пела Арина Родионовна Александра Сергеевича Но поют ее мой сын и моя жена Вот, то есть, вот такая вот связь Вот это вот сейчас мы слышим Да, вот эта связь Прямо запись твоего сына и твоей жены Да, это моя жена с моим сыном поет, да Это всегда, их запись звучит перед спектаклем Как настройка колыбельной, которую пела, я повторюсь, Арина Родионовна Александра Сергеевича Очень круто, слушай, садись на вот этот стульчик, сейчас будем тебя расспрашивать Во-первых, расскажи про это место Это потрясающее место, о котором я сам недавно узнал Это называется Тверская 15 Это отличное инклюзивное пространство Что это такое? Сразу поправку, расскажи, что такое инклюзивное пространство? Инклюзия, ты знаешь, для меня Это про взаимодействие обычных, норматипичных детей, людей, без разницы С особенными людьми, у которых есть разные ментальные отклонения, разные расстройства То есть, это именно про коммуникацию Именно поэтому в нашем спектакле не только дети с особенностями, да У нас есть обычные дети И на этом примере мы учим, как можно взаимодействовать То есть, мы делаем именно спектакль вот с такими То есть, правильно я понимаю, особенные дети, обычные дети И они на одной сцене, и ты ставишь это как режиссер-постановщик, как правильно? Да-да-да, я ставлю спектакль, это моя инсценировка, и музыку тоже я написал То есть, это все для того, чтобы показать примером именно, не кому-то чего-то объяснять, а пример Вот он, наглядный пример в нашем спектакле, как дети с особенностями, с обычными детьми могут коммуницировать И не только коммуницировать, но еще и играть спектакли Круто! Я недавно узнал об этом пространстве, Тверская 15 Здесь очень много мастерских, керамическая мастерская здесь есть И она самая популярная Есть и рисование, и лепка, и спектакли, помимо нашего, естественно, тоже есть И какие-то концерты, выставка на втором этаже То есть, это пространство именно про инклюзию, и оно прямо в центре Москвы А самое интересное, что бариста у них в инвалидном кресле Мы успели, пока ты был на репетиции, попить кофе Кофе вот такой вот, бариста вот такой Да, и причем... Слушай, мы с тобой пройдемся еще, покажешь по пространству первого студия Класс! Скажи еще, пожалуйста, про студию, получается, на базе какой студии происходят репетиции Кто может приходить, как находить вас, и вообще, в целом, про именно вот эту студию Это наша студия. История началась... Студия называется «Сны Алисы» Почему такое название? Потому что первый наш спектакль, пока еще названия не было Первый наш спектакль так назывался «Сны Алисы» Сейчас мы его восстанавливаем, и про премьеру я чуть позже тоже скажу и приглашу обязательно всех Вначале мы репетировали на базе детского центра «Вместе весело шагать» Это инклюзивный центр на Дмитровском шоссе Сейчас мы самостоятельная студия, именно инклюзивная театральная студия «Сны Алисы» Можно прийти к нам, можно просто нас найти в любой соцсети Мы есть, мы принимаем всех, можно прийти, можно на спектакль прийти посмотреть Можно просто мне написать теорию, там, организатору нашему, да И все, просто прийти к нам познакомиться и начать ходить просто к нам в студию 24 мая у нас премьера спектакля «Сны Алисы» Ты там, получается, режиссер «Песта ночи», правильно? Да, это я сейчас художественный руководитель именно этой студии То есть я отвечаю полностью за творческую составляющую, за актерское мастерство, за режиссуру, за инценировку, ну и за музыку Так как я еще музыкант, вот поэтому и музыка То есть все это детище, это все мое творческое составляющее Организационное, это другой человек, я тебя потом с ним познакомлю Отлично, слушай, подскажи, то есть родитель может с ребенком прийти, посмотреть, подойти к тебе и отдать ребенку заниматься, правильно? То есть просто вот так, вот так все реально просто Да, конечно, можно, да, конечно, можно, можно прийти, познакомиться на репетицию можно прийти Мы по воскресеньям репетируем, ну, предварительно, нам нужно как-то просто найтись, вот, контакты ты укажешь, поэтому можно мне в личку написать, я скажу, где мы репетируем, просто придем, придут, познакомятся и все Все, отлично, мужик, благое дело, дай пять Погнали, покажешь на второй этаж Иди, иди ко мне шагами выстреми Сейчас нам Никита должен показать это пространство первого этажа и второго, вот, короче, погнали Пока время есть Погнали, пока время есть Идем? Так Смотри, здесь, давай, давай, давай вот так, странно, показывай Здесь чудесная кофейня Мы уже побывали, да, взяли кофе с судном Да, здесь прекрасные кофейни Пойдем дальше Поехали Так, Вера, салют, папа Тихонько лезет Давай, так, второй этаж, что на втором этаже сразу говоришь На втором этаже происходят как раз мастерские все Ух ты, как здесь, здорово Рисирование, лепка, глиняная мастерская здесь Так А еще я тебе хотел показать вот эти вот что-то Давай Здесь есть такая выставка, где маленькие какие-то предметы Нужно смотреть, и да, и под увеличительным стеклом Вот здесь, вот, например, можно Это каменный ветер, это когда они уже чуть-чуть развились А это целая эволюция Это целая эволюция, можешь пройти целую эволюцию Это здесь выставка Это элементы выставки Это выставка про беженцев Здравствуйте Здравствуйте Да, это у нас была выставка, бежать нельзя остаться Вместе создать самокат У нас есть аудиогид с историями беженцев И художники их проиллюстрировали И спрятали у нас в пространстве Потому что, чтобы что-то узнать про беженцев Вообще-то нужно присмотреться Потому что люди ничего не знают про беженцев Про их жизнь Вот И они вот где у нас? Здесь, там, там И мы не смогли расстаться просто А это песня вообще Это про пекарню Идите Тут лежали пуханки хлеба Но здесь Вот сюда маленькими ручками Растащил хлеб Так, ну что, погнали Что там у нас? Здесь Я не знаю, просто раскручивают Тут все понятно Вот они Моцевские, куда можно записаться И сюда прийти И сюда прийти А что там сейчас происходит? Мастерская по... Рисование, наверное Поснимаем Поснимаем Опа Поснимайте Мы чуть-чуть поснимаем Класс вообще В спектакль придете? Все так Погнали дальше Здесь футбол Угу Здесь футбол Это чудесное место, в которое Можно и нужно приходить Да Собернуться Ядоваться Ееееееееееее Ееееее Музыка 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 До этого мы взяли интервью у Никиты А сейчас мы спросим у Веры Вера, куратор публичных программ Правильно, Вера? Да Она расскажет про это место Да, пространство Тверска-15. Вот. Расскажи поподробнее. Мы находимся в самом центре Москвы, очень такое проходное место. И мы направлены на то, чтобы у нас была инклюзия в самом широком смысле этого слова. То есть, чтобы нас могли все встретиться со всеми, пообщаться, найти какие-то точки пересечения, какие-то общие интересы. И мы делаем много разных программ, направленных на это. У нас есть занятия для детей, занятия для ПНИ и есть занятия, какие-то мероприятия для широкой аудитории. Мы делаем. Расскажи вот о, получается, кружках внутри этой студии в Икеане. Я вот, ты сказала, лепнина есть, да? У нас тут есть, да, кружки, есть керамика, например. И мы устраиваем, вот, да, в следующих выходных устраиваем, например, такую большую-большую ярмарку, на которой мы хотим, это уже третий раз она будет, на которой мы знакомим, как у всех городских жителей, всех желающих, с продукцией разных мастерских премесленных. И это и наше, то, что мы делаем, это керамика в основном, да, и там немножко у нас еще есть мерчаль и картинок. А у других это тоже керамика, это деревянные изделия, украшения, кто-то что-то шьет. И у нас будет вот вся, все пространство будет заставлено такими ярмарочными лотками, на которых можно прийти, посмотреть и поддержать мастерские покупкой, пожертвованием, познакомиться, посмотреть, узнать, кто что делает, кто кому помогает и включиться вот в этот такой большой инклюзивный процесс, творить. Подскажи, то есть может любой желающий, родитель с ребенком может прийти, с абсолютно любым, да, и я так понял, и записаться в этот кружок, например, вот мастерской, правильно? Ну... Или как правильно нужно? Или можно там через сайт, может? Через сайт, да, конечно. Конечно, у нас все занятия по регистрации и все мероприятия по регистрации, и можно на сайте, в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграм, все остальные. Можно просто заходить, смотреть, мы пишем про все наши мероприятия, дальше проходите на сайт, там всегда написано, нужна регистрация или нет, по большей части регистрации нужна, очень редко будет совсем открыто мероприятие. Проходите, регистрируйтесь, если есть места, да. Супер. Скажи, пожалуйста, а есть ли какой-то счет благотворительный, где люди смогут просто помочь, перевести деньги, либо, может быть, не деньги, а что-то сделать, какое-то благое дело? Расскажи про это. Ну, у нас, собственно, на сайте на том же есть кнопка «Помочь». Просто на нее нажимаете и подписывайтесь. Можно один раз, можно подписаться на регулярное пожертвование, что всегда очень приветствуется, потому что за счет регулярных пожертвований организации могут выстраивать долгосрочную работу и быть уверенным в завтрашнем дне, а не судорожно распределять там по чуть-чуть. Короче, ребят, заходите на сайт и занимайтесь пожертвованием и благим делом. Спасибо тебе за то, что рассказала, если есть еще что сказать, то скажи, что ты хотел. Приходите все в следующих выходных к нам на фестиваль, посмотрите все своими глазами, потрогать, пощупать, узнать еще больше про нас. Все, класс, спасибо, вы занимаетесь крутым делом. Спасибо. 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 Слушай, подскажи, на сайте было написано, что ты лично не назначал роли. Это действительно, что дети выбрались? Ну, я понимаю, что 6-летний ребенок, вряд ли ему надо сказать, что делать, а дети постарше, они сами выбирали? Ну, да нет, тут все, это же особенные дети, поэтому все равно хочется, чтобы они хотели играть эту роль, это же не профессиональные артисты. Ну, то есть ты никого не заставлял? Так, ты будешь таким-то? Да. Я договаривался, у нас было пару историй, когда у нас, ну, не сходились несколько ролей, я думал, так, надо с кем-то тут договориться. У нас есть, в обоих спектаклях есть роль, которую играют ребята по очереди, например, там, вот, сегодня играет Гведона у нас Петя, мальчик с аутизмом, а там, в прошлый раз играл Витя, вот, и они чередуются. То есть у нас все равно есть какие-то определенные нестыковки. Ну, все равно дети играют роли, которые им по душе, правильно? Ну, вот у нас, у нас в Алисе так и было, я уже кому-то сегодня это просто рассказывал, у нас в Алисе так и было, девочки захотели все играть Алису, что тут делать. Поэтому у нас в спектакле 4-5 Алис. Слушай, расскажи про ремесло, прям, буквально, прям, еще 2 минуты. Ты такой, как сказать, жесткий режиссер, я понимаю то, что дети есть дети с ними, но ты какой вот в плане, работы, когда надо пожестче или как-то мягче? Ты знаешь, есть. И то, и то. И то, и то есть. Потому что я знаю, что если чуть-чуть где-то дать слабину, то тогда может рассыпаться все. А театр – это такая жесткая структура, в которой ты можешь уже импровизировать. То есть понятно, я предлагаю, я ни в коем случае не говорю, там, иди сюда или иди сюда. Есть точки, например, свет мы ставим, я знаю, что тумбочка, вот как ты видел, тумбочка должна стоять по центру. И это мы проговариваем. Я объясняю, что тумбочка должна стоять по центру. А как они внутри сцены будут, если это не мешает развитию сюжета, движению персонажа, да, если это не мешает, да хоть как вообще? Иногда дети намного лучше придумают, чем ты сам. И это не раз такое было. Мы недавно репетировали сцену из спектакля с «Алисой», там, «Гусеница», где Алиса и гусеница. И они практически меня натолкнули на решение сцены. Они дурачились, и они натолкнули меня на решение сцены. Хотя я не понимал, как вот это так вот извернуться. Поэтому тут и то, и то есть. Круто. Слушай, передай еще что-нибудь зрителям, которые будут смотреть этот выпуск. Не бойтесь, не бойтесь, так как наша сверхзадача инклюзивная, не бойтесь особенных детей. Сейчас такое время, когда нужно научиться не только друг с другом заново научиться разговаривать и вести диалог, не бояться конфликтов, решения проблем каких-то. Поэтому не бойтесь особенных детей. и будьте к ним ближе, добрее, и тогда мир наш изменится. Класс. И последний вопрос. Когда ты окажешься перед Алисой, что ты ей скажешь? Все странше и странше. Все странше и странше. Ребята, все, внимание. Все, которые начинаем костюм к тебе приехал уже. Все. Все. Убираем телефон. Все. Полная тишина здесь. Полная. Сейчас, Бог. Мужкин. По произведениям Александр Георгиевич. Соответственно. Очень рады, что вы пришли. Еще раз повторюсь. Отключите, пожалуйста, телефоны, звуки, вибрации и прочее. И прочее. Что-то я хотел сказать. Спасибо. Хорошего вам просмотра. Получайте удовольствоваться. Спасибо. 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 Вянули, вянули, вянули ветки во зеленом сану. Вянули ветки во зеленом саду Заиграли, заиграли, заиграли госли У дорожку мне до милого двора Мне не спится, не лежится И сон меня не врет Я сходил в их милой гости Да не знаю, где живет АПЛОДИСМЕНТЫ Жил старик со своей старухой У самого синего моря А нижние ветхоземлянки Ровно тридцать лет и три года Ставит ловил в небо там любовь Старуха брела свою пряжу Правда не могу И подумав, говорит Да, такая есть девица Но желание рукавица С белой ручки не стряхнешь За пояс не заткнешь Послужу тебе советом Слушай обо всем об этом Раздумай ты путем И раскаешься потом Князь при ней стал вожиться Что пора ему жениться Что об этом и во всем Передумал он путем Что готов душой страстной За царевную прекрасной Он пешком идти отсель Князь царевну обнимает Белой грудью прижимает И ведет ее вскорей К милой матушке славы Скажи Да Что пора Да Я Всех Всех Существует И Из этого цвета Ты прекрасна Скоро нет Но живет Весь ад Слава Светлёнок Дубрад У семьи У фитерей Та, что все Слез тебя Милей И царит Налетел Чурляб Как ты Смело Обманут Не обрисовывайся в море, не побоишься не стану, не разобрелся в Афганистане, не встречает Саши Додор. Закончился спектакль, но это еще, мое любимое слово, это еще не все, сейчас дети, родители, все гости, которые пришли, идут на второй этаж пить чай, поэтому веселье продолжается, и нам жесть лично очень понравилась. Когда на одной сцене играют дети, дети с особенностями, это на самом деле очень нелегко так все поставить, и Никита огромную работу проделал с людьми, которым им помогали, и вообще этот инклюзивный центр, он действительно, как бы это сказать, открывает глаза на то, что могут существовать дети с особенностями, и просто дети, они могут не то что существовать, они могут все играть на одной сцене, и очень достойно, здорово это выглядит, поэтому нужно помогать таким заведениям. Мы находимся на Тверской 15, все контакты я, конечно же, укажу, там под видео, ссылочки, описание, у вас будет возможность помочь, перевести деньги, просто помочь как-то, поэтому ребята, которые здесь работают, делают огромный вклад в развитие этого всего. Организация праздника всегда это самое сложное. Как, смотри, когда, короче, нервничаешь, депрессируешь, знаешь, что надо делать? Вот садиться туда и делать вот так, помогает. Ты бы поскакался, если я сяду туда, то сразу будет елка, они сразу все на меня вот так вот заберутся. Так, все, Никит, постановка пошла. Давай, давай, подходи. Давай. Друзья, спектакль закончился, ждем всех на втором этаже. Начайпите! Есть, так. Не выходи из комнаты, поставь тумбу. Так, ну все. Как вам, нормально? Что, вам понравился спектакль или постановка? Давай без постановки. Хватит постановка. Ну все. Да, да. Спасибо.